Конжан Улжаевич в своем ответе сказал, что цифра сейчас звучит 25% от примерно объемового покредитования экономики, она не соответствует реальности, учитывая, что крупные наши мейджоры, работающие в Кашагане, в Кашаганаке и на Тингизе, они привлекают внешние заимствования, и за счет этого реальные цифры могут примерно приближаться к тем стандартам, к тем нормам, которые существуют, наверное, в странах ОСР, скажем так. Это же показывает в то же время очень плачевную ситуацию по диверсификации экономики. Если кредитование экономики у нас на очень низком уровне, если эти крупные нефтегазовые компании привлекают внешние заимствования, соответственно, речь идет о дальнейшем закреплении сырьевой направленности нашей экономики, чтобы экономика диверсифицировалась, нужно кредитование или нужны альтернативные источники фондирования. У нас кредитование зажато сегодня в силу ряда причин, альтернативных источников пока в достаточной степени нету. Нет ни рынка ценных бумаг развитого, лизинговые механизмы тоже сегодня недостаточно эффективно работают. У нас прямое государственное финансирование тоже в силу бюджетных ограничений на невысоком уровне. Соответственно, сегодня у нас нет именно финансовой базы для диверсификации. И сегодня мы в банковском секторе видим увеличение кредитования физических лиц за последний год где-то на 40%, в том числе потребительское кредитование. Мы видим то, что банкам интереснее вкладывать государственные ценные бумаги, и им неинтересно в силу разных причин, в том числе очень жестких нормативов, установленных нацбанком и агентством, финансировать реальный сектор экономики. Им проще кредитовать потребительское кредитование, им проще покупать ценные бумаги Министерства финансов и НОТ и Национального банка. А как мы будем диверсифицировать экономику и обеспечивать качественный экономический рост, если у нас нет для этого денежной массы, кредитной основы? Поэтому я думаю, что здесь сенаторы поднимают достаточно важный вопрос, который касается диверсификации экономики. В целом, возможно, нужно будет идти, Мадина Ирославовна, мы с вами говорили, по пути, может быть, посмотреть еще раз провизии и какие-то по залогу и какие-то требования, с тем, чтобы их смягчать для того, чтобы давать банкам возможность более свободнее кредитовать, может быть, реальный сектор экономики. Но, понятно, без расшатывания всей финансовой системы на это мы тоже не можем пойти.